Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Да, ещё раз добрый день, дорогие друзья. И в самом деле с Новым годом, Константин. Первая наша программа в эфире с прошедшим и Рождеством, и Новым годом. Константин Рангс, учёный, пишущий о науке, морской геолог, с нами на прямой связи. И мы говорим о том, как меняется наш мир, что мы должны делать для того, чтобы он менялся всё-таки в лучшую от нас сторону. Об этом думаем мы, об этом думает Грета Тунберг. Мы сегодня, кстати, с утра вспоминали, что девочка созрела уже, в принципе, 18 лет. И возраст вполне уже солидный. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну и поговорим, конечно, вот на темы изменения климата и окружающего нас мира. И что происходит вообще, что нам ждать от грядущего года. И чем был знаменательный год прошедший. Ещё раз добрый день, Константин. Добрый день, добрый день. Ну, может быть, если говорить, вот мы упомянули Грету Тунберг, то стоит вспомнить, что вот именно 3 января Грете исполнилось 18 лет. И надо сказать, что Грета Тунберг, это повод об этом поговорить, потому что Грета Тунберг была внесена в список самых влиятельных подростков на нашей планете Земля. Список её наград, которые она получила весьма впечатляющий, там, по-моему, за два десятка. И вот с того момента, как она начала несколько лет тому назад свою знаменитую забастовки ради климата в Стокгольме, стоя с плакатом около Королевского дворца, она, в общем-то, из местной и локальной достопримечательности превратилась во всепланетную маркера, лидера природозащитного экологического движения. Вот это никак нельзя отрицать. И ведь мы уже убедились, что на самом деле сейчас четвёртая власть, то есть средства массовой информации, они делают людей, по большому счёту. И Грета Тунберг, да, важно сколько угодно говорить, что за ней стоят всевозможные интересы, там кого угодно называют. Но факт фактом о том, что она действительно раскручена, её знают, и о многих проблемах, вот связанных с экологией, люди узнают именно потому, что они это услышали из уст или из твиттера Греты Тунберг. Вот это факт. Можно сказать, что на самом деле, если бы захотели средства массовой информации, а не любого человека на планете, подчёркиваю, любого, могли бы сделать, что называется, иконой. Иконой, иконой стиля, иконой так и делается, иконой экологического движения, иконой борцов за всё зелёное, а может, за всё коричневое, неважно. Важно то, что пример Грета Тунберг очень чётко показывает, как можно всё раскрутить. Особенно, если мы раскручиваем подростка. Вот это тоже очень важный момент. И Грета Тунберг отметила своё совершеннолетие весьма примечательным твитом. Типа того, что вот всё, мне 18 лет, я свободно пойду в ближайший паб и вот там расскажу всю правду. Ну, как за себя. Ну, с одной стороны, поклонники Греты, они в восторге. Ах, какой, типа, какая большая ирония и всё прочее. Противники говорят, вот её истинное лицо. Но, по сути дела, это сделано тоже очень умно, потому что, на самом деле, ведь факт перехода в 18-летие уже говорит о том, что того отношения, которое было к ней раньше, уже, в общем-то, не будет. Потому что она становится уже из вот такого, знаете, как говорится, тем младенцем, который глаголит истину, просто в молодую, личную женщину, активиста, на женщин молодых и активных много. То есть, не получится ли такой эффект, я бы сказал, Макалея Калкина, который, когда был в молодости, был суперзвездой, и вдруг, вот это буквально в одночасье случилось, там, какой-то это был 94-й или 95-й год, когда всё, вышел последний фильм, когда он ещё мог изображать подростка, и как только он подрос, к нему совершенно потеряли интересы. Я думаю, что это была, конечно, большая его личная драма. Я думаю, что у очень многих подростков, которые играли в кино, это была личная драма, потому что вы тут, Олег, чудесно знаете, вот это все эти кинематографические судьбы, да. Многие же люди, которые начинали себя вот именно подростками в кино, и с которыми все восхищались, став совершеннолетними, буквально по календарю, да, они уже теряли вот то самое обаяние вот этой вот невинной свежести. Вот это была совершенно другая вещь. И этому нужно понимать о том, что Грета в очень вовремя появилась. И надо заметить, что ведь если два года назад она была осенью, осень 19-го года даже, да, вот, полтора года назад, она вообще на коне, вот, о ней только и говорили, это был главный, можно сказать, ньюсмейкер в сентябре 19-го года во всем мире, то сейчас, конечно, особенно 20-й год, осень 20-го года, вот эта навалившаяся вторая волна коронавируса, она говорит и показывает, что когда приходят такие весьма животрепещущие проблемы, то люди начинают реагировать на многие вещи, так скажем, более отдаленные, с гораздо большим холодком. И надо заметить, что одна из, один из твитов Греты, вот, она же все-таки умная девочка, девушка, очень такой примечательный. Она три дня назад обратила внимание на события, которые происходят в Великобритании, которые касаются угольной шахты Whitehaven. Дело все в том, что создан, были, открыт, дан зеленый свет процессом создания угольной шахты West Cumbria Mining в Whitehaven, и это будет первая за 30 лет новая, но я подчеркиваю, новая угольная шахта в Великобритании. То есть, с одной стороны, идут поток новостей о том, что Британия отказывается от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, и тут же проявляется разговор о том, что там появится новая угольная шахта. Правда, она будет производить не уголь для отопления, и даже не для электростанций, это будет уголь, коксующийся для того, чтобы делать вещество под названием кокс. Этот кокс, он черный, металлургический кокс, он идет для выплавки стали. Ну, металл, да? И вот это очень важный момент, поскольку металл становится все, потребность с нем растет, и это, с одной стороны, для местных жителей это и рабочие места, а с другой стороны, это постоянный источник дохода. И вот это, кстати, очень расстраивает Грету Тунберг, и не только ее, и многих ее, так скажем, единомышленников в Европе, прежде всего, в самой Великобритании. И вот это очень тоже важный момент, что 2020 год и вся вот эта история с коронавирусом, она здорово заставила переоценить многие идеи, которые были, казалось бы, совершенно ясными ранее. Но переоценить как? Допустим, никто не собирается в Европе отказываться от перехода на, например, на те же самые электромобили. Нет. Они на них будут переходить. Но вопрос ведь, электромобили же тоже разные бывают. Есть электромобили, которые на батарейках, целиком на батарейках. Может быть, электромобиль гибридный, и использовать он будет, например, так называемое экологически чистое топливо, бензин, который, например, делается из мусора или из древесины, отходов древесины. А может быть, автомобиль, который будет ездить на водороде. И там тоже в процессе реакции образуется электричество напрямую, водород, кислород из воздуха и электричество, которое уже крутит колеса автомашины. И надо заметить, что водородная энергетика как раз и выбрана сейчас в Европейском Союзе магистральным направлением. То есть батарейки батарейками, но все прекрасно понимают, что запасов у нас многих ценных металлов на батарейки для миллиарда автомобилей на планете просто-напросто не хватит. Да и энергии тоже не хватит, наверное, для того, чтобы всем, как если все абсолютно пересядут. Ну да, тут, понимаете, вот очень интересно. Пропагандисты этого дела, они вот говорят, вот в Норвегии впервые больше половины новых автомобилей купленных это машины с электропитанием, да, либо чистые электромобили, либо гибриды. 11 лет тому назад мы с моим коллегой Игорем Кимом из Финляндии снимали в Осло материал для часового фильма, посвященного столице Норвегии. И мы заранее договорились о встрече с крупными представителями крупнейших норвежских компаний энергетических, да. Это вот этот Атойл знаменитый и Норфгидро. И вот, кстати, тогда и нам рассказали о том, что у Норвегии уникальная мировая ситуация. Норвегия производит огромное количество гидроэлектроэнергии. У них очень интересные станции, да, ведь фактически у них вода падает как бы во фьорды, они просто-напросто включают падающую воду в трубы, и эта падающая вода, которая падает с гор, идет с гор, она крутит эти турбины. Электроэнергии много, дешевая, и очень жалко, что им приходится заправлять бензином свои машины, когда у них полно дармовой электроэнергии. Они нас даже катали, и мне удалось покрутить рулем маленького электромобильчика со смешным названием «Банди». Вот, так вот, разговор был очень простой. Когда у нас избыток электроэнергии, мы будем бесплатно заряжать наши электромобили, и нам не нужно будет делать бензин, потому что этот бензин мы можем продать на мировом рынке. То есть логика очень простая. Зачем нам делать и тратить бензин, когда у нас просто хоть за рейси электричества? Но дело все в том, что это Норвегия. Она вот одна такая. Другой такой Норвегии на земле, в общем-то, нет. И поэтому сравнивать пример Норвегии и других стран очень сложно. Как мы видим, в Англии решили, что нужно что-то как-то двигаться другим путем. Но нет у англичан на территории, точнее, островов, такого количества рек и такого перепада высот. И вообще нет таких условий. Они хотят решить другую проблему. Но это отдельный совершенно вопрос. Об этом можно поговорить. А вспоминая Норвегию, можно вспомнить вот недавнюю катастрофу, которая случилась в Норвегии. Эта катастрофа – это оползень, который случился 30-го числа. Всего где-то, по-моему, это 35 километров от Осло, от столицы. Да, даже 25 километров. Это такой городок Аск, коммунный Эрум. Там просто-напросто земля ушла у людей из-под ног. Как это могло случиться? И вот сейчас поднимают вопрос, что ведь эта часть поселка, городка Эрум, была построена на так называемых быстрых глинах. Эти глины образовались на дне океана во время ледникового периода. И одна из составных частей стабильности этой глины – это соленая вода. Но сейчас, когда эти глины на поверхности, дождевые воды, они пресные, постепенно замещают соленые воды. И когда это происходит, прочностные свойства глины пропадают. Сейчас говорят, что астрофа стала реальней в связи с тем, что последние годы в это время там идут дожди. Там вообще снег должен лежать. А там идут дожди. Идут постоянно. И вот за счет этого произошло вымывание соленой воды из этих масс. Тем более люди там землю вскапывают, нарушают, так скажем, однородность слоев. И в результате этого вот эта так называемая быстрая глина, quick clay, она стала нестабильна. И произошел оползень. Это, кстати, повод для норвежцев говорить о том, что нам необходимо применять, прилагать все усилия, потому что если будут продолжаться вот такое вот изменение климата, и в Норвегии зимой вместо снега будут идти дожди повсеместно, то в таком случае очень многие населенные пункты Норвегии окажутся в ущербной позиции. То есть надо сказать, что 2020 год он показал много интересных вещей. Может быть, просто этот вопрос, немножко возвращаясь назад, спрашивают, а нельзя ли на природном газе все-таки вот сделать, наладить производство автомобилей, не будет ли это решением проблемы? Ну, вы знаете, тут есть очень много интересных вещей. Конечно, можно. И машины на природном газе, на метане существуют, и существуют автобусы, и просто автомобили, и надо сказать, что, конечно, это очень хорошее решение. Многие считают, что это такой прекрасный промежуточный вариант перехода от экономики классической нашей, углеродной, к экономике водородной. Потому что, научившись работать с газом, с метаном, мы потом легче будем использовать переход от метана к водороду. Тем более, что метан можно обогатить газом, водородом и повысить его энергетическую возможность. Водород – самый энергетически емкий элемент, который у нас только существует на планете. По этой причине, конечно, идеи есть. Но пока нету особенного удобства в использовании вот этого метана. Жижить – это ему достаточно сложно. Все-таки это, считайте, минус 160 градусов. А в байлонах его возить – это вот оправдывает себя, когда у вас ходят автобусы. Например, в тех же самых Финляндии, в столице Хельсинки, там ходят автобусы на природном газе. У них такая вот на крыше прямо батарея из таких здоровущих баллонов. Это достаточно, кстати, безопасно, потому что природный газ легче воздуха. И если происходит какая-то утечка, он сразу уходит в атмосферу. Но важный момент как раз заключается в том, что это не так удобно с позицией потребителей. А вот насчет того, что как раз отмечено, что как раз метан – это переход к такой водородной смешанной энергетике. Это очень важно, потому что водород в настоящее время проще всего производить как раз из метана. И есть такая технология, она уже работает, эта технология отрабатывается для промышленного использования. Когда берется обыкновенный природный газ, вот этот метан, допустим, сибирский. И сейчас при производстве водорода получается отдельно водород, а отдельно получается углекислый газ, который уходит в атмосферу. Плохо, да? Да, плохо, загрязняем. Но технологи и российские, и немецкие в этом смысле очень далеко продвинулись. Разработана технология, когда этот самый углекислый газ не образуется. Метан разделяется на водород и чистый, беспримесный углерод. Ну, представляете себе, черный порошок. Ну, как перетолченный уголь или графит. Абсолютно нейтральное вещество, которое можно спокойно утрамбовать назад в угольные шахты. И пусть лежит до каких-то там нужных времен. Его можно засыпать им, что угодно. Он инертен абсолютно. Ну, как уголь, допустим, угольная пыль. Из него можно сделать брикеты, какие-то предметы, все, что угодно. Взлазить в землю. Взлазить чистый, чистый водород. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. А как Норвегия будет решать вопрос утилизации старых автомобилей? Ведь это же очень большие территории нужны будут. Чтобы море что-то топить? Или как? Спасибо. Нет, ну, в милой топить они не будут. Они свое море очень ценят. Море это поставщик рыбы. Они очень хорошо зарабатывают на рыбе. И, кстати, до сих пор очень хорошо помнят о том, что всего лишь еще 60 лет тому назад большая часть населения Норвегии была так или иначе связана с рыболовством. То есть рыба – это очень хорошо. Автомашины перерабатывать надо. Вот весь вопрос будет, какая страна возьмется перерабатывать эти машины. Но, несомненно, что кто-нибудь да согласится. Норвежцы смогут предложить хорошую цену. Я хочу сказать, что одним из таких очень важных событий, которое прошло совершенно незаметно на фоне коронавируса, это были исследования, которые провели ученые в Антарктиде, в районе так называемого ледника Судного дня. Это западная часть Антарктики, там, где вот Южная Америка, она ближе к Антарктиде. Вот там, в том месте, как раз есть очень интересный ледник. И этот ледник ускорил свое таяние в очень большой скорости. Этот ледник Туэйтса, он сейчас разрушается со скоростью примерно в 8 раз быстрее, чем в прошлом десятилетии. И элементарные расчеты показывают, что если разрушится один только этот ледник, вот только этот ледник, то в течение ближайшей сотни-двух сотен лет уровень воды в океане поднимется где-то на 65-70 сантиметров. Я понимаю, что он закрывает, да, он закрывает таяние других ледников, и его уничтожение откроет просто шлюзы. Да, и тогда уже речь пойдет о метрах. То есть, ну, вот в принципе, на самом деле это не так долго. И процесс ведь уже как бы идет. Сейчас с очень большим вниманием относятся к этому леднику, потому что он действительно всыпется на глазах, и скорость подъема Мирового океана увеличивается. А это говорит уже о чем? О том, что, например, конечно, хорошо внедрять новые технологии, там, будем ездить на том, на сём. Так, извините меня, сейчас уже получается, что нужно думать, куда бежать. Ведь если так начать, вот мы хотим спасти наш город, это означает, что мы должны будем подумать, что будет через сто лет. Через сто лет уровень воды в море, а следовательно в той же самой Доугаве, в Лелупе, поднимется на 70 сантиметров. Как это скажется? На устойчивости зданий. Как это скажется? Какие будут тогда проблемы? Это первые 100-150 лет. А дальше будет хуже, дальше больше. То есть, по идее, необходимо уже сейчас думать о том, куда мы всё это перенесём. То есть, как бы, идея, которая должна идти на будущее. Ещё одна, две очень важных были экспедиции. Первая экспедиция – это завершение огромного исследования в районе Северного полюса. Международная экспедиция на судне «Поларштерн» была. И очень интересная экспедиция. Мы даже имели прямой эфир в начале октября с судном, да, Мстислав Келдыш, который находился в море Лаптевых, где изучали разрушение вечной мерзлоты на дне моря Лаптевых. Так вот, результаты. Обнаружились совершенно потрясающие сифоны. Вода белая, потому что оттуда со дна идёт, как в шампанском, вот этот разрушающийся газ метан. И никакими трубами, никакими крышками это не перекрыть. Это квадратные километры. Причём сотни квадратных километров. Самое интересное другое, что обновременно обнаружено нарушение циркуляции, весьма специфической циркуляции, в самом Ледовитом океане. И сейчас как раз и говорят о том, что мы можем уже на жизни тех людей, которые работали сейчас, они могут увидеть в старости, как летом будет просто-напросто исчезать большая часть льда в Ледовитом океане. То есть зимой-то он будет замерзать. А вот летом океан, Ледовитый океан, останется чистый. То есть практически можно будет без ледоколов спокойно по нему проплыть. Даже в центральной части. И это очень важный момент, потому что Ледовитый океан, который становится чистый летом, он превращается в систему, которая генерирует морозы зимой. Вот то, что сейчас мы видим, что сейчас происходит, например, в России, в Сибири. 70 градусов в Якутии, в южной части 40-50. На Сахалине, на острове, который с обоих сторон окружен водой, температура опускается до минус 40 с лишним градусов, что тоже, прямо скажем, для них это не характерно. И вот эта вот ситуация, у нас ожидается понижение температуры. И это, как ни странно, последствия того, что происходит вот это пресловутое глобальное потепление. В сумме-то все это потепление, но вот такие скачки, падение температур, подпрыгивание, все это, оно входит в эту вот систему. То есть это раскачивающиеся туда-сюда качели. И амплитуда раскачивания будет становиться все больше и больше. Ну вот слушатели нам пишут о том, куда бежать и куда переносить. Говорят, в Россию, в Сибирь. Ну то есть, насколько Россия и вот эти огромные сибирские просторы могут стать такой своеобразной, я уж не знаю, меккой, землеобетованной для тех народов, которые, вот морских народов, прибрежных народов, которые окажутся под угрозой затопления. Ну, надо сказать, что, что такое морские народы, прибрежные, например, большая часть Франции или большая часть Германии, это довольно высокие страны. Это нам почему-то представляется, что Германия плоская как блин. Плоская как блин, это вон, северная часть, которая в район Гамбурга, Ростока, а дальше уже начинаются горы Гарца, и вообще вот здесь мат весьма такая, то есть высоты выше 200 метров и понеслось, вплоть до Альпы. То же самое во Франции. Весьма высокая Испания. Италия, опять-таки, в Италии есть северная часть, северо-восточная часть, низменная, но большая часть Италии высокая. Я уж не говорю про Болтаны. То есть, на самом деле, по большому счету, бежать есть куда, например, к тем же самым финнам, или шведам, я уж не говорю про норвежцев, которые по большому счету на горах сидят. А вот у нас, да, у нас действительно мы оказываемся в весьма ущербном положении, и поэтому было бы интересно, если кто-нибудь из специалистов задался бы вопросом, как будет выглядеть Латвия, например, через 200 лет, с учетом вот этих климатических изменений. И какой город, какие города, какие места могут стать наиболее интересными или перспективными. Вот, конечно, это не вопрос, как сказать, первых, сегодня 10, 20, 30, 30 лет. Но, ведь как раз, кто-то же должен думать о том, как будут жить наши постаревшие внуки. Или так, через 8-100. Потому что, если мы говорим о сохранении национации, да, культуры, то в этом случае мы должны как раз думать именно о таких сроках. Потому что она существует дольше, чем отдельно. С такими большими сроками времени, но насколько это возможно, ну вот, кто этим может заниматься, потому что я понимаю, что планирование на такой большой период, может быть, это дело не политиков, а скорее все-таки ученых. Но дело все в том, что я полностью согласен, но дело все в том, что политики должны этих самых ученых слушать и думать, и понимать, что по большому счету, как сказано в Писании, не суббота для человека, да, не человек для субботы, а суббота для человека, да. То есть мы должны понимать, что именно мы должны строить свою экономику, развитие в интересах конкретных людей, а не бросать людей в жерло каких-либо, пусть даже самых прекрасных теорий, ведь уже такое было. И вот, например, возьмем сейчас вот эти конфликты, которые происходили в Вашингтоне, да, ведь смотрите, сейчас очень соблазнительно назвать этих людей там темными, реднеками, как их называют, что вот они ничего не соображают, консерваторы, такие вот, ну, в общем, страшные, да, вот. Но дело все в том, что эти люди, эти люди, это же представители индустрии, различных видов, они представляют собой в основном те штаты, где развита нефтяная или горнодобывающая промышленность, угольная промышленность, тяжелая индустрия, и этих людей нужно понимать, что если вы что-то собираетесь делать, то в этом случае вы должны понимать, что как вы будете себя вести с этими людьми, ведь очень часто говорят о том, что вот мы сделаем электрические какие-то машины, там все будет здорово, автоматические хайвей, грузовики будут водить исключительно роботы, а куда вы денете эту огромную массу рабочих, вот этих людей, которые стали, сделали в том числе Америку великой, эти водители большекрузных тягачей? Куда? Ну, наверное, вот это и есть парадокс, с одной стороны, все как будто бы за то, чтобы, за зеленую экономику, за то, чтобы там все развивалось не губя природу, но как только выясняется, что при этом ты рискуешь потерять работу, рискуешь, может быть, тебе необходимо будет там куда-то переезжать, переучиваться, или ты потеряешь какие-то вот блага, ты сразу же начинаешь чесать голову и думать, вот такой ли уж ты сторонник вот этого зеленого образа жизни? Разумеется, все, как говорится, бытие определяет сознание, и мы вот как раз у нас тоже вот сообщение, которое было и тоже входит в эту же тему, это сообщение нашего мэра о том, что вот Рига это не ради автомобилей, можно вспомнить, господин Стакис говорил, да, это касалось вопроса велодорожек на улице Чака, где живет господин Стакис, и как известно на велосипеде, он любит ездить на работу, вот я все прекрасно понимаю, то есть кто о чем, у кого что болит, тот о том и говорит, вот, понять-то его можно, и он вспоминает и говорит о том, что ездят эти электроскутеры и все такое прочее, но давайте себе представим группу, социальную страту людей, которые катаются на Париге в центре на электроскутерах и на велосипедах, и представим себе, почему люди ездят по городу на автомашинах, я уж не буду говорить про тех, кто ездит, развозя товары или осуществляя какую-то другую экономическую деятельность, есть люди, которые возят детей, есть люди, которые возят престарелых, есть люди, которые просто не могут в силу своего здоровья кататься на скутере или велосипеде, но понимаете, тут очень важный момент, велодорожка, вот в моем представлении, это то, к чему мы должны прийти, а начинать нужно с того, чтобы понимать, куда деть автомобили, чтобы они не ездили в центре города, условно говоря, если человеку не нужно будет ездить в центр Риги на автомобиле, то он и не поедет в центр города на автомобиле, как кто против-то, чтобы в центре был парк, тишина, и не нужно было уворачиваться на перекрестках от машины, никто, но извините, дайте какие-то решения, ведь посмотрите, Рига как была, так и осталась с городом, где в центре связаны все транспортные коммуникации, и хотя как бы говорится о том, что нужно сделать объездные пути, так вот давайте сначала начать, начать нужно было бы с моей точки зрения, с того, чтобы поговорить, какие нужны объездные пути, а уж потом, когда приняли решение, что вот мы начинаем что-то тут делать, да, вот, после этого начинать решать вопросы уже с этими велодорожками, а велодорожки сейчас получаются, знаете, такая как вещь в себе, вот типа понастроим велодорожек, и будет все хорошо, мы движемся в общем европейском потоке, хотя на самом деле, если так говорить, общий европейский поток, то как раз и заключается в том, что мы должны придумывать, чтобы город был для людей, но люди это не только те, которые живут в особняках в центре города, но люди это вообще все жители, и человек, который живет в каких-нибудь плявниках, и занимается, условно говоря, тяжелым и скучным трудом для обеспечения существования вот этого всего города, он точно так же с европейской точки зрения достоин полного уважения, а не только те люди, которые, извините меня, наслаждаются оперой, которые хотят жить в центре города с прекрасными видами, когда мы просто должны говорить честно, «Наш город для богатых», но если опять-таки в той же самой я могу себе представить, сравнить с Хельсинки, в котором тоже много жил, если в Хельсинки появится такой политик, который скажет, что Хельсинки город для богатых, я так думаю, что недолго ему будет, так скажем, пребывать на вершинах популярности. Но ведь в Хельсинки как раз-таки транспорт тоже завязан на центре города, там все маршруты ведут в центр, все станции метро ведут в центр. Ну, правильно, но это так исторически сложилось, но никому в голову не приходит, чтобы взять и центральные улицы, взять и перекрыть, или сделать так, что там нельзя было проехать. Финны скорее что-то снесут, пробьют туннель какой-нибудь сделают, потратят деньги, да, но они будут исходить из того, что есть самые разные люди. Ведь что поражает иногда? Поражает, что ты приезжаешь на электричке в какую-то мелкую станцию у черта на куличках, что называется, да, а там есть подъемник, типа лифт один-второй этаж, чтобы поднять людей в инвалидные коляске, тех, которые тяжело ходить, и мамы с колясками. Понимаете, вот это очень важный момент. Сейчас мы видим о том, что сколько было дебатов по поводу электричек, но за это время, пока шли дебаты, можно было придумать какие-нибудь способы, не просто пандусы, а вот именно подъемники, для того, чтобы эти самые вопросы, как ездить людям, как подниматься людям, которые ходят, у нас общество стареет. А с другой стороны, получается, что молодые красивые наши политики, они как бы думают о себе молодых, но они тоже когда-нибудь состарятся. Вот в чем проблема. У нас вот есть вопрос, он довольно такой большой и всеобъемлющий, я уж не знаю, успеем ли мы так подробно на него ответить. Ваша мысль, Константин, о Рейл Балтика, вот об этом проекте, о котором сейчас много говорят, спорят, тоже ломают копья. Ну, мне кажется, что проект Рейл Балтика, с одной стороны, ведь явно, что у нас нет четкого представления о пассажиропотоке, который будет между Таллином, Ригой, Вильнюсом и Каунасом и Центральной Европе. Вот, ну, мы не знаем, как это дальше-то пойдет. И откуда мы возьмем столько людей, которые будут кататься по какой-то причине туда-сюда? С другой стороны, конечно, вещь хорошая, экологически правильная, в том смысле, что отказываться от самолетов, от автобусов, переходить на электрожелезнодорожный транспорт. Но еще один вопрос, а может быть, стоило бы все-таки сделать этот кусок пути на железнодорожную колею 15-20, ну, то есть, которая у нас существует? Потому что сейчас уже, например, существуют такие технологии, они уже давно применяются на границе Испании и Франции, когда скоростной поезд, просто-напросто сбавив скорость, меняет ширину своих колесных пар. Но что это дает? И смотрите, ведь мало кто знает сейчас, что в Испании железнодорожная колея шире российской. Это было сделано для того, чтобы было можно ставить большие тяжелые паровозы, чтобы ездить по горам. Так вот, если это Rail Baltic была бы интегрирована в общую нашу железнодорожную систему, то, возможно, это было бы очень интересное решение, это было бы новый глоток воздуха нашим железным дорогам. Поэтому, мне кажется, что, конечно, идея-то так, в идеале-то она очень красивая, хорошая, но во что это выльется и, может быть, стоило бы деньги потратить на какие-то более приземленные проекты, я этого не знаю. Ну что же, спасибо большое. Мы, может быть, еще будем возвращаться к вопросам и те вопросы, которые вы задаете, это я уже говорю нашим слушателям, нам в Ватсапе, мы обязательно изучим, и я их передам Константину, может быть, для того, чтобы ответить уже в следующей программе. Константин Рангс, ученый, журналист, пишущий много о науке, морской геолог с нами был сегодня на прямой связи. Спасибо большое, Константин, и до следующей пятницы. До свидания. Всего доброго, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,